здравствуйте мои прекрасные зрители приветствую вас на своем канале сегодня я не планировал ничего покупать у меня даже денег не было я забыла карту и забыла у мужа попросить деньги забыла их в итоге взять и ту вещь которую в итоге я унесла с рынка мне пришлось за нее оставить залог а потом уже когда мы с мужем пообедали я пошла и выкупила ее ну что ж я нахожусь на очень интересном лотке он интересен тем что здесь продают три вида товаров первый это так называемые остатки сладкие магазин закрывается ликвидируется не смогли пережить пандемию чаще всего такая история стоит за тем что за бесценок отдают то что готовы были продавать по полной цене и подобные вещи попадают в итоге на рынок на подобные лотки стоки здесь также вещи был то есть самый настоящий секонд-хенд а также вещи винтаж и здесь также вещи которым очень много лет которые долгое время лежали на каких-то складах и потом их решили распродать и таким образом эти вещи тоже выкупаются очень часто за маленькую цену также за маленькую цену которая сегодня привлекла мое внимание то дубленка кстати если очень интересно одета посмотреть у меня под свитером находится пуховик я выгляжу чуть-чуть беременной либо пополневшие это связано с тем что этот пуховик а также как и свитер свитер кстати на мне мужской как все как я люблю они подогнуты то есть можно использовать было бы лайфхак с резинкой но поскольку очень все плотное то соответственно просто подвернула и таким образом укоротила эту конструкцию потому что сегодня я в укороченной шубе в общем там можете взять на заметку то есть пуховик я ношу он очень тонкий именно под свитер как вы видите свитер тоже тонкий я нечаянно нажала на slow motion поэтому это максимальная скорость кадра который я смогла сделать и сама даже не подозревала что снимала себя в замедленной съемке потом поняла что снимаю замедленной съемки и отключила вот еще раз показываю что у меня пуховичок и мне достаточно тепло хотя видите конструкция выглядит не громоздкой так кстати можно носить самостоятельно но конечно же лайфхак с резинкой а здесь всем в помощь ну что ж меряю я дубленку 35 евро я несколько раз переспросила может быть единичка затерлась может быть она стоит 135 евро натуральная овчина более того а эта дубленка сделана в италии это мастерская которая находится здесь неподалеку находилась точнее виченце скорее всего уже она не существует дубленка по всей видимости ношеная очень сложно было понять ее состояние потому что она испачкана и как потом мне объяснили скорее всего и подобное загрязнение обусловлено тем что дубленка возможно никогда не носилась и была с этикеткой что на самом деле похоже на правду но долго где-то лежал вот когда они долго где-то лежат у них есть такие характерные полосы от пыли все вещи мне рассказали которые поступают в качестве товара секонд-хенд они дезинфицируются но не все подвергаются профессиональной чистки то есть они продезинфицированы гигиеническим нормам соответствует но если мы хотим привести вещь в порядок именно поэтому эта вещь стоила так мало как мне объяснили ее необходимо будет сдать в химчистку на самом деле сегодня было очень много вещей завтра я снова отправлюсь на рынок потому что мне обещали принес привести уникальную дубленку бордового цвета я обязательно вам ее покажу она тоже мужская она стоила 2000 евро на ней есть этикетка и сейчас ее продают хоть его за сколько ее продают я так и не уточнила сказали что очень красивая поэтому завтра я снова отправлюсь на рынок дубленки с чужого плеча именно мужские дубленки стали моей слабости на на них и обращаю внимание я взяты куплю себе кстати джинсы мужские тоже на рынке пока здесь у нас есть такая удивительная оказия рождественские рынки действительно очень и очень привлекательный ассортиментом и ценой и уникальностью тех вещей которые можно найти кстати пара стульев за 300 евро ушла ее купили возможно кстати и зрители моего канала которые посмотрели я знаю что очень многие приезжают на те рынки которые я показываю мне это очень приятно посмотрите какой потрясающий кашемир кстати не дешев это тот желаток на котором я прошлый раз показывала красный свитер он многим понравился он стоил 100 евро если мне не изменяет память и этот свитер тоже стоил 100 евро на ощупь очень мягкий я бы все-таки здесь доверяла этикетки на которой вручную написано кашемир но такое часто бывает как я говорила действительно продаются вещи которые являются ничем иным как экземплярами примерами того что однажды возможно будет запущено в производстве возможно никогда не была запущена очень красивый цвет потрясающий состав но цена на мой взгляд высоковато сегодня кстати я имела возможность сделать небольшое интервью с людьми которые продают винтаж это два лотка мои любимые есть еще 3 но сегодня его не было я спросила а почему покупают подобную одежду я вижу большое количество итальянок которые одеты действительно в дубленки в шубы и видно что они не перешиты это шубы которые шились когда-то им 20-30 лет и мне сказали что эта тенденция зародилась примерно год тому назад уже в прошлом году был большой спрос на подобные именно дубленки и шубы и нужно сказать что когда я задала вопрос почему это происходит это модно или это все-таки потому что мы переживаем непростой финансовый период возможно сократились доходы у многих мне сказали однозначно нет однозначно нет судя по людям которые выбирают подобные подобные вещи подобную одежду верхнюю а это совершенно точно осознанный выбор идет ли он от того что так кажется модно и красиво либо от того что люди пересматривают свое отношение к потреблению выходят на так называемое вторичное потребление здесь вопрос остался открытым но совершенно точно мне сказали что люди которые покупают подобную одежду они не нуждаются в том чтобы экономить на одежде как тебе игрока я сегодня красиво очень спасибо на самом деле я хотела тебя спросить я сейчас иду забирать дубленку но ты со мной мне поможешь я донести я купил ее за 35 евро это дешево или дорого дешево дешево и это дубленка это пальто ты знаешь такое да 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 это пальто которое кто-то до меня носил то есть это рынок вещей секунд хэнда но либо винтаж по разному можно называть но да скорее это секунд как ты относишься к тому что кто-то до тебя может носить те вещи которые тебе в итоге понравились и ты их покупаешь если они хорошо сохранились когда это не проблема а когда проблема когда не хорошо сохранились то есть грязненькие такие старенькие пойдем скажешь мне нравится как тебе в сложенном состоянии тогда мне кажется он даже достаточно новый даже если некоторые его на самом деле нужно отнести в очистку потому что она за я это увидел дезинфицировали но сто тридцать пять евро сто тридцать пять и нет тридцать тридцать не на микро за холос это на я как вижу как я дома померю как ты считаешь с какой обуви его носить с какой обуви его носить на сколько он длинный до колена мне доходит вообще мужская вещь как вообще-то относится к тому что женщина носит мужские мужские вещи например я у меня это нет проблем даже лицем указывается с какой обуви наверно сапогами на каблуке до тех это у тебя вот я уже я прям так и думаю все поем 89 евро потрясающие свитеры посмотрите стопроцентная шерсть merinos толстая вязка все как я люблю чтобы не замерзнуть очень сложно знаю найти свой идеальный белый свитер тем более свитер с горлом и я нашла идеальный белый и идеальный зеленый завтра надену брюки меня завтра ждет дубленка бордовая надену свои зеленые брюки я показываю из массе ему дуть если цвет подойдет я обязательно куплю зеленый свитер хотя 89 евро для рынка мне кажется дороговато но местный производитель нет сомнений никакого в качестве в том как эти вещи будут носиться не могла не заглянуть в мужской отдел тот же самый производитель посмотрите какие красивые базовые цвета и базовые модели всем кто любит простоту и рекомендую обращаться первым делом мужской отделу действительно где можно найти лаконичность красивый цвет очень простой фасон это мужской отдел 89 евро хорошо 79 еще лучше а 49 нужно однозначно брать но я как всегда засомневалась какой цвет возможно взять все потом вспомнила что я без денег посмотрите какие красивые водолазки а серый цвет очень красивый жемчужный под все будет подходить и размерчик мой я люблю узкие вещи потому что их можно красиво заправлять в брюки со средней высокой посадкой также джинсы и конечно же в юбку карандаш сейчас кстати очень сложно найти вещь которая была бы облегающей сейчас все действительно достаточно широкое очень красивый оранжевый свитер та же самая модель как и серый свитер и можно очень красиво сочетать например с цветом camel я недавнем видео рассказывала что я за рынок прежде всего потому что здесь легко можно найти нужный цвет для красивого цветового сочетания чуть-чуть порывшись нашла также очень красивый лавандовый вот за лавандовым наверное завтра вернусь приложила даже к своим красным брюкам поняла что получится очень красивый комплект что ли не выбрать у меня он не может быть как-то за лавандовый в костюме came с точкой было Birбольсом по себе прежде что он снялся так на арけ и в ближайшее время как на русском языке по 4-культуре за участку для железы, кстати, что он выполняет о том, что он не пытался влюбиться и все же всё равно не было делать. И вообще меня не придется ли вам как-то это мыbly идем во импульсом нарушить вот я-то не пишу и вот именно такая же есть Продолжение следует... 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 Продолжение следует...